Сегодня, 15 августа, в России принимают поздравления археологи. Есть люди этой профессии в Заполярье. Буквально на днях с раскопок в районе Городецкого озера вернулись специалисты музея-заповедника Пустозерск, Нинецкого крыльевического музея и центра Уральского отделения РАН. Вы видите практически восстановленное железо. То есть городище Кобылих – это памятник, где реально происходило метеоргическое производство. Раскопки проходили на участке 24 квадратных метра. Количество найденных фрагментов достигло порядка 500. Среди интересных находок – серебряное граненое височное кольцо, фрагменты медных котлов и продукты кремния обработки. Из стен раскопок были взяты образцы для палеологического анализа, который позволит сделать выводы о разнообразии флоры и климате в период существования городища. Для того, чтобы понимать, почему Пустозерск появился в этом месте, а все вот эти памятники, все эти поселения были предтичей, фактически Пустозерска, нужны были раскопки на Кобылихе. Поэтому мы очень рады, что в этом году нам профинансировали за счет программы развития культуры туризма эти работы. Тем более, что памятник разрушающийся, памятник, который разрушается поводками и выводами, размывается в культурный слой. Его нужно, конечно же, сохранить хотя бы таким образом, изъяв из толщины культурного слоя те объекты, те артефакты, которые представляют историческую ценность в первую очередь. Принимал участие в экспедиции сотрудник музея-заповедника Пустозерск Андрей Попов, который гордится выбранной когда-то профессией. Я прикладываю свою руку к изучению истории периода раннего средневековья, окрестностей Городецкого озера. Само собой, это, скажем так, пока что романтика, а в будущем это серьезные научные труды, как нынешних специалистов, так и специалистов будущих, то есть тех, кто сейчас только растут. Возможно, это мы. Добавлю, урочище Кобылиха было обнаружено в начале 2000-х годов, однако первые раскопки начались только сейчас. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».